Добрый день, дорогие друзья! Сегодня, ну, не в пресс-центре Комсомольской Правды, по связи по скайпу, поэтесса Татьяна Назарова в гостях Комсомольской Правды. Здравствуйте, Татьяна! Спасибо, что нашли время. Татьяна у нас из Сочи, прямиком с Олимпийского города. Да, за два дня до начала Олимпиады. Добрый день, Украина! Я рада, что вы организовали эту пресс-конференцию. Мне так очень приятно. Это моя первая пресс-конференция в Украине. Я очень переживаю за то, что сейчас у вас происходит, потому что это мой псевдоним Назарова, и мои предки, половина, и, по крайней мере, переселенцы с Западной Украины, с Ленинской области. Поэтому все, что происходит, мне, в общем-то, тоже очень огорчает. В общем, я с вами переживаю и надеюсь, что все будет хорошо. Спасибо. Мы тоже надеемся. Давайте приступим к вопросам от наших читателей. Вопросы уже пришли к нам на сайт. Вот Наталья задает первый. Татьяна, огромное вам спасибо за ваши великолепные песни «Остров тысячи поцелуев», «Мама», «Хрустальный бокал», «Игра», «Ах, какая женщина», «Женщина в голубом». Дайте, дай Бог вам здоровья и творческого вдохновения. Скажите, почему перестали работать с группой «Фристайл»? В чем все-таки была причина основная? Вы знаете, причин было несколько. И надо сказать, что я не одна ведь покинула группу «Фристайл». В принципе, группу «Фристайл» покинули практически все артисты, которые были самые яркие. От Вадима Казаченко, Сергея Кудровин. Я тоже покинула под фристайл, потому что, ну, во-первых, все по-разному, по-чему, выходят как семья. Знаете, кто-то уходит по одной, по другой причине. Бывают общие причины. Кстати, когда люди расходятся в одной семье, уходят в другую, они, оказывается, уходят в теми же самыми проблемами. Здесь, получается, по-рубски, что уходят, в общем-то, из-за того же. Я знаю, что у Вадима Казаченко были непростые отношения с руководителем коллектива и традицией Анатолия Казанова. Это были финансовые согласия. А мои, как и странные, тоже были, как и того же рода. И поэтому, если бы, если бы, если бы, анатолий коллектива больше ценил своих партнеров, больше бы их уважал, наверное, больше бы им платил, наверное, не было бы смысла мне покидать Болтаву. Но, с другой стороны, вы знаете, рамки чисто функционального коллектива для меня тесноваты. И даже были такие высказывания, я помню, что когда у группы приставов были не больно, не больно, корабли припел, такая женщина, кто-то даже писал, что вы изменили себе, вы перестали быть вот тем приставом, для которого мы вас поведели, понимаете? Потому что были, и есть у группы, которые стали поклонники, которые любят группы, которые олицетворяют собой такую веселую песнюю, или там, сельскую свадьбу. Это тоже имеет место быть, это тоже достойная ниша, в которой они замечательно работают. А мне как-то, понимаете, уже тогда, особенно, перевали до 50-х, и вообще, когда годы идут, и хочется подумать о других вещах, и о другом пописать. Чисто маторат, коллективом, понимаете, нет, у меня, ну, как-то жил, списосился, возиться, и была ура, ну, вернельная поэзия, это не мое трейдер, по большому счету. Я что-то ищу другие темы. Так что вот два момента, и финансовые процессы, потому что вот это, какие-то наши такие основные причины, которые заставили меня, в общем-то, какие-то коллективы. Потому что я человек очень доверчивый, очень наимый, очень величный, дружбу, справедливый. Я все когда распрою висы, да, и поэтому мое кредо вообще мир отборит. Я как бы померялась с тем, что нам все время сказали, что ребята, вот завтра будет шоколад, все будет не шоколад, вот, что в студию построить. В итоге, как бы, все это делалось, дело сделать, но в итоге, как бы, чтобы мой у нас один человек, как я у нас, мой савтор. Да и если я ушла, это как бы не было, про чему вообще, такая маленькая, вот то, что вы как бы стараетесь вычеркиваться, вытираетесь, вы поднимут мое имя, вот это такая маленькая. Ну, в смысле маленькая, в смысле, маленькая, в смысле, грубо говоря, считая, потому что я на каждой своей каталоге, у меня было мое отношение как к личности, как к человеческому качеству Анатолия Розанова. Я на все том, как и среди души, был замечательный, проводила замечательную мелодию. Спасибо за ответ. Вот, собственно, вопрос, который вытекает из предыдущего. Семен Семенович интересуется. Сегодня группа «Фристайл» вовсю распевает ваши песни, заявляя при этом, что все композиции написал руководитель «Фристайл» Анатолий Розанов. А что вы думаете по этому поводу, почему никогда не поднимали шум в прессе или в суде, и пытались ли как-то доказать свои авторские права? Все-таки та же песня «Больно мне больно», «Ах, какая женщина». Кому на самом деле принадлежат авторские права на эти песни? Авторские права я никому не отдавала, не придавала. Авторские права на пексте этих песен принадлежат мне. Авторские права на музыку принадлежат Анатолию Розанову. Поэтому, как бы, ну, а идти в суд на то, что, понимаете, здесь очень такая еще очень удобная ситуация, допустим, они украинцы, они, как бы, в Варяге, казачки-засладные, приехали, поработали и убежали с границы, не заплатить налогов, в случае чего. И поэтому подавать в суд или отлавливать, это довольно, понимаете, это, конечно, будет позорно, если отлавливать, отлавливать. Это было очень позорно, потому что два года назад в городе Доснодар я приехала на концерт группы, заявила, что использовали имя на афишке. Фраза, а такая женщина, это уже на ближайшие 10 лет зарегистрирована моя официальная товарная группа, такая женщина. На что солистка, ну, пристала, у всех своих поклонников, у всех своих зрителей, у которых было, обложила меня матом в присутствии и сказала, 10 лет, ну, ну, сосали, или еще сосать будете. Это было так сказано. Поэтому, понимаете, с людьми, которые на таком уровне общаются, понимаете, я, как бы, человек ведущий, я вспомнил, я думаю, что это такие, все, Бог свидетель, Бог свидетель. Ну, я заходила на сайт, кстати, группы Freestyle, и у них довольно-таки активная гастроли, какой-то период времени о них никто не слышал, а вот 13-й год, они по России активно гастролировали, по Украине, и получается, поют ваши песни, Да, поют, поют, не кладят, просто, ну, понимаете, мне затевать суд в Украине или в России вызывать их судно. Я думаю, что вот есть такое, знаете, выражение, последняя капля. Вот, может быть, когда-нибудь это вот, тем более, что, понимаете, в отличие от группы Freestyle, я не зарабатываю столько, чтобы тянуть большие суды. И это все прекрасно знают, что большой суд, он стоит дорогих денег, и люди этим пользуются. Но я опять-таки говорю, Бог все вижу, где-то когда-нибудь настолько такой маленький, что один из моих друзей состоятельных, ну, не выдержит и скажет, я вам поплачу. Я знаю тоже, Розан, он такой же западной, он тут столкнул ногой, скажет, я тоже тут хочу, но ему нечем будет ответить, потому что в данном случае права нарушают, ну, не профистая. И, как бы, от его лица нибудь, и все, она, как бы, никаким боком не участвовала, ни как, ну, это там, ни как что. И всегда, ну, что-то, кулаком по руку, мы вдруг попрестали, мы не попрестали, мы все, мы все. И когда мне, мне люди часто задают этот вопрос, Таня, а почему они так говорят? Ну, говорят, но им так хочется говорят, им так приятно, нет, они так самоутверждают. Они, я только не понимаю, вот, как люди, они же обманывают своих друзей, я знаю, что она очень верующий человек, что она посещает храм, что храм в улице, вот, вот это вот лицедейство, это лицемерие, мне не совсем понятно. Я не могу понять, что это, для меня, вот, человек, вот, такое-то, что развеяние личности, какое-то происходит, что ли, и сложно, мне сложно это объяснить. Тут вот еще Семен Семенович такой интересный факт откопал. Правда ли, что Розанов последний, за последний альбом расплатился с вами ворованными «Жигулями»? Что это за история такая, расскажите, пожалуйста. Ну, да, было, 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 да. Это тоже было, то есть, кстати, вот этот, наверное, последний альбом, этот последний факт, конечно, вот, и стали вот той точкой, из-за которой, как бы, мое подлинчество с этим коллективом закончилось. При всем том, что я отрекала, что есть плюсы, что коллектив уже раскручен, что любая песня, которую ты учишь, достойная, она будет раскручена, будет снять хороший, дорогой клип, он пойдет видео. Но за этот альбом, в котором было немало, это будет договор, который улучшен, а то и Розанов просто, что, естественно, будет просто, вот, просто песня. А если это будет хит, то, да, и в итоге, как бы, он, когда я подошла к нему с вопросом, Толика, ну, так что же, он говорит, я еще не решил, что будет хит. Ну, и при этом, как бы, я, ну, я понимаю, да, он решил, хотя мы ее не профессионально, мы уже прекрасно понимали, что и кораблик, и, ну, и рождение, мама, и, ну, те, что ты, вот. То есть, там-то, самое смешное, вот, и два были, это не смешно, но вопрос, вот, у пес, это, грубо говоря, ну, какой-то тысячи долларов, тысячи долларов, тысячи долларов, которым должен был не заплатить за очень хорошие песни, он их не заплатил, он не решил пожадить. Получил за около 100 тысяч долларов, да, с нами рассчитывался машина, которая, в итоге, оказалась в углу. Ну, мы потом за эту машину продали единственную, в таком, вот, квартиру, в полтаве, чтобы погасить посуду людям стоимость этой машины. Боже, какой кошмар. Мы продали, для того, чтобы заплатить за суд, помочь, у нас не была машина, мы были добропорядочные, в общем-то, как бы, он был добропорядочный, продавец, благодаря покупателям, а потому, что это машина, как бы, не было. Ясно, да, история и та еще. Да, да, так там много интересных таких историй, вот, кстати, это уже, вот, последняя история, которая у меня, как бы, ну, как бы, тоже не такая, вот, забавная. Несколько лет назад, я услышала, значит, такую вещь, что группа фристайл дарит письма, что она, там, Казовскому подарила больно-мне больно. Это было бы интересно, потому, что я, как бы, возник на вторых слов, но меня совершенно никто не поставил в известность, что принадлежащие мне произведения, кому-то дарится. Из постановки меня в известность. И я вам хочу сказать, что и очень некрасиво в этой ситуации в Барелке, да, и, конечно, не нас с Ториком, которые в Барского плеча дарили то, что им, в общем-то, наполовину не лежит. И артисты, которые, ну, кто-то был, наверное, совершенно не в курсе, что это было, значит, полностью группа фристайл. А те, кто знали, тоже ответили так, что послали автора куда подальше. Ну, вроде бы, потом этот артист совсем велико наошелся, я говорю, Бог все видит, и я спокойная. Я даже сейчас, очень-то, честно говоря, переживаю о том, что я об этом говорила. Да, потому что большое великое суждение, великий великое. Вот меня потрясло недавно, батюшка, ты знаешь, Олег, ну, мы видели, как самолет упал в Россию, там, как убежали мародеры и стали обирать, и еще живых людей стали с них кольца снимать, и все, он нельзя ответить, потому что это будет осуждение. Ну, я понимаю, что мы сейчас с вами говорим о шоу-бизнесе, я пошла об этом, потому что, ну, как вам сказать, люди верят артисту. Ну, он где-нибудь выходит, он такой белый и пушистый, да, то, что вот у него душа-то с червоточинкой, ну, как-то уже, ну, это ж не видно, а он же ж не выходит, и не будет себя, не будет его выворачивать, там, в свою темную сторону, может быть, и не надо этого делать, может быть, и где-то есть шансы справиться, и все, побить, и все-таки нравится, и молиться, и просить прощение за, вот, показал ее же, за подлость, за предательство. Вот, и то, и самое интересное, что, когда мы с супруга моего народа, в общем, покинули группы, да, настошки были предатели, мы предали общее дело, да, но, как, получается, как галерная работа, там, судите, как отца жизни, работает Анатолия Розанова, причина его благополучного старость, вот, и, ну, и оказались, как бы, все, кто ушли, и Вадим Казаченко, и сестры Кубровина, и Татьяна Назарова, и Владимир Ахтущенко, они оказались вычеркнуты, как бы, и заблазаны, там, белой краской, там, ну, что-то все время проступает, и ее опять заблазают, и опять. Это все проступает, то, от чего хотели бы люди избавиться, какой-то, в общем-то, ну, отчасти своей жизни, отчасти правды, ну, что поделать, ну, вот это комплексно, вот это комплексно, принять правду. А вы, кстати, с Вадимом Казаченко общаетесь, поддерживаете какую-то связь? Да, мы с Вадимом так говорим очень часто, потому что, вы же понимаете, я живу в Сочи, да, Вадим живет в Москве, но я, как бы, после того, что Вадим стал заслуженным артистом России, что у него был большой красивый концерт, смотря, что у него тоже масса людей, что он дорогой, что у него все, что у него все, что у него все, какие-то садили в гонорарах, и мне это очень приятно, потому что, ну, ну, мне кажется, что я в свое время Вадиму помогла, хотя вот Мина говорит, что вот, пейс, мне больно, мне больно, она всех делает несчастным, это вообще-то, это вообще из-за никакого, вот, в таком слове, переведая, а потому что у человека делает не пейс, не несчастным, у человека несчастным делает его собственные действия и поступки. А для Вадима песни какие-то не писали, возможно, вот сейчас, в последнее время? Знаете, я когда-то, несколько лет назад Вадиму поделила песню, которая называется «Построве», вот, и мне эта песня очень нравится, но, понимаете, она настолько философская, она настолько глубокая, это надо, как бы, увязывать все-таки то, чего ждет шоу-бизнес от артиста и то, к чему тянется его душа. Вот, для него, он спел эту песню прекрасно, стучит писающе, люди плачут на ней, но выходить к шоу-концерту, где ждут праздник и радости с песней, она немножечко войдет в разред. И еще мне кажется, что если бы он еще лет на 10, на 20, он послел, на 20, я послел, и другое слое, это будет очень, очень логично, поэтому он не так часто играет, потому что сейчас наступила, такой моральный класс, что может быть в культ новости, то есть человеку спит о том, что там было, когда ты родной, я его помню, в то время, когда он изменивает жизнь и настоящее. Это просто, мужчинам сейчас вообще не просто, сейчас очень сложное время получили, мирное время получили. А вы сказали, что… Я предложу, что мужчинам должна быть миссия, мужчина должна спасать месть, спасать вольня, вольня наступает вольня женщин, вольня сильных женщин, потому что женщины более коммунитарные, вольня, больше женщин, больше девочек, мужчинам тяжело. Вы сказали, что запатентовали в брендах, какая женщина. Что вам это дало, вот интересуется Сергей, читатель? Ну, в лакет, смотрите, во-первых, была такая же странная ситуация, что вот появились такие конфеты, на поле раза нахоженную. Да, и поет Сергей Туницев, в размещении… Поет, по которой, кстати, размещение на переделку тоже у меня так и скромности не получил. Хотя по современным авторским законам, исполнителем этой песни был Сергей Дубровин. Значит, следующий исполнитель, который бы на Одессе попросили пропускать, должен был у меня у автора попросить разрешение. Нет, не попросили. Ну, это все. Поэтому запатентовал товарный знак, товарный знак, какая женщина, это был мой жест в сторону группы фристайл, который никогда практически не оплатил. И вообще, я не помню, я вижу распечатку за прошлый год, по-моему, они отчитались как-то перед рулой, как перед автором за один концерт в городе Владимир. За год. За прошлый год я еще как-то не получала распечатку, но автор попросить по львову высадку, где же столько там взглянулось в сторону. Ну, будем надеяться. Следующий вопрос от Сергея Петровича. Татьяна давно хотела спросить. Вы написали текст так, какая женщина, от лица мужчины. Как вам это удалось? Ведь нужно очень хорошо понимать психологию другого пола, чтобы так четко в точку попасть. И вообще, как процесс написания этой песни произошел? Может вспомните? Вот с этой песней тоже, понимаете, вот не хочу, чтобы вы подумали сейчас, что я на развалинах наших отношений начинаю одеяло в свою сторону, баночки какие-то побольше перебрасывать в свою сторону. Но просто ситуация была совершенно забавная. Ну, слабо, слабо все обещали, они как бы меня кормили. И в группной реализации появляется Кабр Иванович Понянин, который готов платить за... Не помню, по-моему, 4 песни для Аферикса Сарипати. Народного артиста всех закавказских деспублик. И там по 600 долларов за каждый текст. И вот я пишу бегом три текста. Три текста написано, надо написать четвертый. И я перебираю все эти песни, которые уже написаны. Я понимаю, что хадовые песни хорошие, но две главные. Главные, главной песни вот нет. И все написаны, все же саранжированы, а последней песни крайней нет. И в итоге, значит, в один момент мы едем в село Скороходово под Полтаву. Там, где Володя Неросова, мужа моего живут, мама с папой. Мы приезжаем, и папа снимает с меня пальто и говорит, какая женщина-мечта поэка. Мне что-то в голове щелкнуло. Я тогда еще, по сожалению, даже Николай Петрова, наверное, мечтала, чтобы увидеть, что такая женщина-мечта поэка. Такие... Печать только в тропиках, да? В общем, я зацепилась за женщину-мечта поэка. Потом думала о том... В общем, ах, какая женщина-то была самая просчитанная песня. Потому что я думала, так, так, что у нас самые самые, когда вы в ресторане песни говорили про что? Про то, что вот Лаванду, моя любимая. Думаю, сидят за столиком. Значит, у меня сразу возникла женщина. Да еще какая-то женщина. Да еще нашли мечта поэка. Вот. А то, что уже пели в Сирикате Кавказ. Кавказский человек с Кавказа. Вот он бы точно, не скрывая ничего, он бы подошел и сказал, ах, какая женщина. Он бы мне такую лапу, он бы ее за руку взял, и подумал бы ее куда-нибудь в угол уже поцеловать. Там идет строк, дорогая. Все. Вот на таких эмоциях, как бы, и была построена песня. Поэтому не смешно было, когда я рассказывала, что эта песня для нее муж посвятил. Но самое забавное было в том, что когда я такая радостная, счастливая. Я, поскольку же автор... Очень часто я автор. Я уже ее про себя напевала. Я пришла к Анатолию Розанову. Он бежал на себя в зале на диване. Я ему попила листочек. Он посчитал. А Анатолия мне его исполняет. Я не представляю. Я ему напела. Немножечко другой у меня был припев. Немножечко с отклонением. Как лиски нашли тела. Да-да-да-да. Он ведь я понял. Он говорит, что музыка написана. Так что никакого отношения к какому-то сумасшедшему роману между Ниной и Ниной. Нина себя сейчас уже везде в акварифе. Как это снова оппозиционирует человека. Именно она подпружилась доктрина, идея этой песни. Как он любит, конечно. Это был совершенно рабочий. Проплаченый на лет. Очень прощепленная песня. И для него. А вот уже была другая история. Когда Анатолий поел с ее в Сочи отдавать. Фу, в Сочи. А в Москву отдавать ее. В Филиксу. Он остановился у Симона. Я, в принципе, всех своих интервью до рассказывала. Верласть мне, что приключило. То Симон услышал. Он сказал. Нет, такую песню давать нельзя. Вот я там осталась. Я подумала, что мне, в принципе, все равно кто-нибудь подлежится. И поэтому, как бы совершенно спокойно. К тому, что он совершенно другая история. Кстати, с Сережей мы привязаны к отношениям. Находим. И я его неоднократно в Германию приглашала в Сочи. У нас с ним есть 5 снятых концертов. Последний, вот в октябре 2012 года. В городе Сочи концертная зона фестивальная. 2. У него была премьера его нового альбома. Ты половинка моя. У меня премьера моего нового альбома рита. Такая невероятная история. Такая невероятная история. Будет выпускать. Так что можно будет даже посмотреть. Видео в принципе. Вы сказали, что напели мелодию. То есть, по сути, и мелодия-то Ваша была, да? Идея от мелодии, да? Да. Это тоже какая песня. Да. Это было. После того я убрал мои лишние нового альбома. Угу. То есть, идея приподана была. Потому что, ну я говорю, у меня, слава Богу, сидели вот вчетвером. Нина, конечно, будет за то лекарство. Больше будет рядом со мной. Ну, когда я приеду. А я очень учитывала, что мы возьмем. У меня очень деньги были. Поэтому я не знаю. Чтобы убедить. Ахахахаха. Тщательно. Кстати, вот о деньгах еще. Так, сейчас я найду вопрос. Про Мерседесы. Да. От Инги вопрос. Я помню, кстати, конец девяностых, больно-не больно. Она звучала из каждого киоска. Где не проходишь, везде эта песня. Вот Инга пишет. Можно голову поправить, Тань? На голове еще там. Там. Выправила куда-то прическа. Я сижу такая вся перепошенная. Можно ее поправить? Или как-то сделала, чтобы она у меня... О-о-о. Она все дергает, дергает. Нет. У вас все хорошо. Не переживать. Так вот, Инга пишет в песнях, какая женщина больно-мне больно, а в девяностых звучали с каждого ресторана. Вы получали тогда и авторские отчисления. Правильно я понимаю, да? И говорят, что на хитах в то время можно было озолотиться. Не зря же Антонов ездил на первом в Москве Мерседесе. Правда ли это? То, что Антонов ездил на Мерседесе, это правда. А то, что можно было на хитах озолотиться? Почему-то мне так кажется, что не в девяностых он его получил. Наверное, пораньше. В десятые, восьмидесятые. Потому что в девяностых, вы помните, что началось, как Украина отлилась от России. А я в это время была где-то в городе Полтава. У меня был договор с Анатолием Базановым, что за этот альбом, больно-мне больно, я не получаю ни одной копейки. А почему так? Условие было такое. А он берет ваши песни? Я беру твои песни. Он взял сразу четыре песни со словами и музыкой. Там были, значит, «Гог с тобой», «Фиалковый букет», «Скатя всю дорогу» и еще какая-то. Это были с моими словами и музыкой. И еще в четырем я написала музыку. Вот «Дрезник» это были, «Любов тебя накажет» или «Любовина», я еще там не помню. Вот, в общем, всего восемь песен. Он сказал, я тебе не заплачу ни одной копейки, но я тебе гарантирую, что это будет звучать из всех учебов Советского Союза. И вы согласились в качестве раскрутки как автора себя, правильно? Я согласилась на это, потому что я думала, что мне нужна реклама. Хотя, с другой стороны, с деньгами реклама все равно была бы. Но я дурочка была, понимаете? Я в первый раз, ну, я вот такими глазами смотрела на, более разово, что-то на чудо, на какое-то, понимаете? Потому что первый был профессиональный коллектив. Тем более, что они были очень-очень популярны. Но тогда, в тот момент, такое шлопство, я как бы внимания не обратила. Хотя многие так поступают, они берут нерасключенного автора и используют его, поначалу за бесплатно. То есть на Мерседес на квартиру… Но и реклама это потом тоже не было как таковой. Самое смешное. Но Мерседес на квартиру на своих хитах не заработали, по сути, да? Поэтому у Антонова, действительно, ну, это были 80-е годы, когда соблюдались жестко авторские права. А в 90-е вся эта система рухнула. Ну, как было в советском мире. Те, кто работают в странах, знают, каждый месяц в том теле коллектива должен был заполнять работу. Почему? В которой не должно было быть никаких иммигрантов, никаких покинувших стран людей, никаких запрещенных пенсов. И надо было писать. И поэтому сборы, регулярные, специалисты, выходные копейки, поэтому авторы были очень богаты. Но в 90-е годы вся эта система рухнула абсолютно. И больше стали зарабатывать именно исполнители, а не авторы. Ведь этот человек должен знать, что в 90-е годы вся система тоже советская отлаженная рухнула. И авторы от исполнителей, они как бы упали очень. По финансам очень глубоко. А как Вы попали в саму группу «Фристайл» как автор? Вы познакомились где с Розановым? Ой, это такая долгая история. Окольными путями. В общем, я, поскольку я по образованию профессиональная певица солистка эстрадного оркестра, я закончила музыкальные училищи, я много-много пела, в конкурсах участвовала. Потом меня даже мой концерт узнал в фестивале, это самый большой наш зал на победе. Я отправила в Москву во всероссийскую эстрадную творческую мастерскую. Её с тем вышло, Леонтьев, Толкенбова, Апостинский. Вот я тоже попала туда же, мы там делали концертный шаг, да, мы костюмы шили. И там у нас была отдельная строка, что нам там подбирает оригинальный певицуар автор. Мы не чьи-то песни поем, а для нас пишут песню. Вот Дана познакомилась Лена Ивановна, она была музыкальным редактором 50 на 50. А у неё был друг Вова Мальцев, который был профессором в той реке «Группу Фристайл». И я Леня принесла свои песни, она их передала Вове. Вова взяла эти песни свою, как была. Я вышла, а поскольку он был профессор на группу «Фристайл». И когда они приехали в город Сочи, на каждую неделю я подошла, узнала, думала, если он отбьёт, он здесь не укрёк. Вот так я с ними познакомилась. В тот же вечер, в ту же встречу, Анатолий Розанов позвал меня в Полтаву. Сказала, что предлагает мне будет целый коллектив, там у него женский, там лечебные предприятия, представила, что я буду полной хозяйкой, как он сказал, я буду приезжать песню, с ними гастравировать, покупать генорары, в общем. Но когда я приехала в Полтаву, то коллектив как бы он совсем отобинул, я думаю, это. И я просто стала вот автором на дальнейшие годы, потому что пока мы на студии сидели с разживочкой, мы с ним очень близко познакомились, то есть настолько хорошо познакомились, что потом у нас ещё и дочка родилась, и мы замужем. Вот так. Вот такой настоящий тандем, что у меня уже, я уже оказалась уже и физически привязана к этому коллективу. То есть у меня у нас уже сложился такой вот как бы тандем, Розанов Назарова, мужчины. Мы делаем аранжировщик, это лишь поэт, придумывает текст, композитор, аранжировщик. И воплощает. И Володин Димит уже совершенно стыльливый, вытирает, говорит, что вот, у них вот такой вот аранжировщик, такой или не такой. Вот именно Володин аранжировщик, больно, не больно. Ах, так и страшно. Кораблик. Самый яркий аранжировщик. Представила Света. И другие, прозрачный коз, вообще шевелальные. Вот. И еще из других, я не помню, злая доля, боже мой, какие там прекрасные люди. Все аранжировщики, которые приходили потом, они брали вам фразы, чуть-чуть там. Ну, это, это самое в первой веке. На то, что сделал он. И, опять-таки, его имя вытирает. Ну, так же, Назаров это уже предал. Вот, я говорю, что вот такой комплекс, душащие людей, они не могут признать того, наш вклад свободы, в их процедание, в их карьеру. Они не могут с этим справиться. Ну, это уже, что поделаешь. Свойства личности. Ничего. Вот, я не могу. Ничего не потеряешь. Люди, к сожалению, действуют. Где борьба в отношениях? Что человек меняется, и что все люди одинаковые. Угу. Я... Я...